Алексей Щербаков В условиях нынешней ситуации, знаете, да, какая ситуация? Слышали? Что, кто, что? Долго слышали, а что произошло? Почему все в масках, блядь, что происходит? Маски шоу, да. Охрана, выведите человечка. Так, смотрите, короче, ребята, это не начало передачи, то есть это будет началом. Сейчас, соответственно, я с вами здороваюсь, я вам рассказываю, что вас ждет сейчас. Сейчас передачка, будет классная передача, все готовы, соответственно, все снялись, все нормально. Ну, не снялись, но собираются. Но все бомба, песня, сказка, вещи. Но смотрите, какая ситуация. Обычно здесь, если кто-то был давно на съемках, ну, когда до всего вот этого, пока все, мир не рухнул. Было здесь, короче, я не знаю, сколько народу, человек, блядь, не знаю, ну, много, короче. Между каждым из вас еще по четыре было, вот такая тема. Сейчас все, сейчас вы все в черном, все в масках, ничего, а что ты без маски? Ишь ты, блядь, надел, снял. Так, смотрите, я вот что хочу сказать, ну, сразу, да, на позитивный лад, если что. Короче, вас мало, вас мало, там тоже мало, и там все очкуют. Потому что, на самом деле, на такой зал не то, что сниматься, выступать не хочется, потому что ты привык видеть улыбки. Даже если кривозубые ребята, всех рады видеть, все, ты зря все равно надел, в любом случае. Ну, я имею ввиду, я имею ввиду, ты все равно видишь, кто-то такой, ну, некоторые умудряются маской даже, ну, вообще, полностью все уродство прикрыть свое, представляете? Не только рот, там вообще кажется, что там реально там человек какой-то, более-менее даже, а оказывается, уютно, надень. Ему надо, в принципе, и после пандемии, я бы не советовал снимать. Таких здесь много тоже. Но, мы же не будем поддвигать пальцем, правильно? Один спалился, что теперь уже всех? Я к тому, что, к тому, что, от вас, ну, реально бешеная поддержка нужна. Мы не просим, конечно, чтобы там загорались, как у Малахова, аплодисменты, блять, у нас такого никогда не было, не было, не будет, у нас всегда живой смех. Но, тем не менее, если вы будете сидеть и ждать прям шутку, вот так ждать, блять, шутку, в маске своей, ну, человек вас не видит, вообще сейчас просто какие-то макушки, макушки. Раньше у кого-то там то ли зуб сверкнет золотой какой-то, да, ну, реально, какая-то цыгарка там пробежала, еще что-то, они в основном не покупают билеты, они по вентиляции, блять, попадают в зал и сидят. Но все равно, да, ты как бы, и ты ориентируешься, там увидел, там увидел, сейчас даже с первого взгляда не сразу понятно, вот женщина, мужчина, непонятно, понимаете? То есть просто какие-то светлые макушки сейчас видно, вот из-за этого зеленого света, непонятно. Поэтому от вас, ну, реально, без шуток, какая-то должна быть дикая поддержка, прям, типа, если смешно, смеемся, хлопаем, не надо стесняться, тем более сейчас маска задерживает любую, там, вонь или, там, слюни, если что. Не, кто-то такой, ну тебе, я себя знаю, не, сейчас можешь, ради бога, все, вот кто-то собирался расхлопаться и очканул, ни хера не работает, ну-ка, давай-ка, кто собирался, вот, не-не-не, так нельзя. Я говорю, не надо, чтобы это выглядело, как, как вот какое-то там шоу, типа, мать, из-за тебя уже, блядь, началось. Короче, не надо, чтобы это выглядело, выглядело, как вот, как будто мы выпрашиваем, нет, ну, соответственно, если кто-то уже сообразил, то, пошел я нахер, конечно. Не-не, видели, ну, всем же в любой момент думают, а пора уже? Все же, я даже тоже, когда смотрю, что такое-то, ну, даже, там, ребят своих ждать, ты такой, я же не могу один, как дурак тоже. И я жду какого-нибудь ответственного такого человека, который, это было хорошо, и тут надо секунду подхватить. Не подхватите? Петушара сразу. Поэтому, я говорю, обидно сразу будет, и ребятам обидно, и все, ну, другого шанса не будет. Вас, по-моему, тут что-то 150 человек или что-то, реально, когда залы, в основном, ну, гастрольные залы, где мы выезжаем, обычные, да какие-то городские, региональные, там 800-900 человек, и плотная посадка, и все, все пришли там с работ, все очень долго там работали, месяцами, старались, ждали какого-то концерта, и вот мы приехали, все такие, ура, сейчас проведем время. А тут, как будто в Москве, вы вышли из Москвы, да? Типа, кто-то с работы пришел, такие, да, блядь. И причем, сколько вы заплатили-то, вашего-то мать? Сколько? Сколько ты заплатил? На первом ряду, блядь. По блату? Ну, по блату на первом ряду, ладно. Кто 20 тысяч заплатил? Ну, вы больше негров, слушайте, у переходов, блядь. Лучше. Оборачивайся. Не-не, ну что-то, реально, 300-500 рублей, или в этот раз вообще, наверное, бесплатно, потому что массовые мероприятия запрещены, поэтому, я не знаю, всегда это было 500 рублей стоило, или 300. Сейчас, по-моему, вообще просто так, или что? Или какие-то деньги все-таки? Ну, будет. Да вы заебали. Бля, если еще с вами разговаривать, разговаривать, это не риторический вопрос. Я сижу, и все, филины, блядь, какие-то, поныкались в норок своих. Я говорю, что, ну, кто-то будет обращаться к вам, что-то спрашивать. И я, мало того, что сейчас, когда начнется передача, обычно надо в начало передачи какую-то шутку, там, или еще что-то. Ну, то есть я не могу вылететь такой, встречайте, парень. Не получится. Я, естественно, выйду, и я именно поэтому сейчас с вами здесь не ознакомлюсь, не разговариваю, потому что это еще будет. Я сейчас в ближайшее время выйду, и мы немножко пообщаемся. Просьба, блядь, отвечать сразу же, понимаете? И я как дурак. А тебя вообще, блядь, не покажут. И не собирались. Странная тема. Очень некомфортно. Могу заранее огорчить, сегодня я выступать не буду, но я сегодня весь вечер с вами здесь веду, поэтому мне вообще легко. То есть мне не с чего обосраться. Я ничего для вас не готовил. Типа, блин, я думал сработает. Не думал я. Откуда я знал? Я никого не ждал. Я его не ждал, никого я не ждал здесь. Поэтому так-то... Ну и по флангам, соответственно, ребята, обычно на вас, ну не то, что не обращают внимания, есть комики, которые неопытные, молодые. Естественно, он стоит, и он видит камеру, он хочет, чтобы мать все эмоции увидела потом в телевизоре. И он такой, он конкретно ей рассказывает. Не надо думать, что вы отсутствуете. Конечно, вы здесь. Вас вообще даже больше видно, чем первого человека. Он-то думал, шум по блату. На самом деле, вот ты, видишь? У тебя прям яйца на распашку. Вообще здесь ты сел, ты все видать. Тебя здесь... Ты главный персонаж. Реально. Реально. У вас вообще вон попадают все световые приборы. Вас всех видно. Вы все красивые, да? Ну не все, прям, да, честно, если будем. Но в любом случае нормально. Нормально. Поэтому надо что-то отвечать. У кого там субботник? Кто говорил субботник? Вы мужчина? Да. Вы очень дерзкий мужчина, так есть ощущение. Сколько вам лет? 40? Ну не надо, не надо. 41. Не, вы просто его не видите. Ну ты сократил вдвое, да, примерно? 41, серьезно? А что произошло? Не, ну... Какой-то образ жизни там вредный, халатный какие-то. Какие-то, что? Едим все, что попало. Курим, пьем. Наркотики какие-никакие. Ну или как? Или как? Ну, работаем мы? Или какая-то сложная работа, может, какая-то вредная очень сильно. Наверное. Какая? Тиктокер-нибудь. 41-летний. Хуже не бывает. Как зовут вас? Евгений. Евгений. Ну вы первый раз на таких мероприятиях? Нет. Не первый. Вы, может, какой-то блатной тоже? Наверное. Может, вы какой-нибудь режиссер и наш вообще, я, может, не знаю вообще. Хоть должен декоратор? А серьезно? А вы-то кто такие? А вы его жена? А что вы так далеко? Это Шоколова. Вы... Между вами пять человек. Города. 70 лет. Странно. А вам сколько лет? Вам 32. У вас с какой-то, может быть, неким, ну, со зрением какие-то, может быть, неполадки или что-то? Все хорошо? Ну, хорошо тогда. Не, мы здесь же не судим людей. Конечно. О чем мы здесь можем говорить? Люди же разные бывают, правильно? Кто-то детей трогает. По-разному бывает. Поэтому, конечно, жизнь такая. Так, вы художник-декоратор, ТНТ-шный и вообще шоу стендапа и все на свете? Нет. Нет? Бля, кто он? Что? Вот здесь? Нет. А что? Ты здесь ничего не делал? Здесь нет. Ничего твоего здесь нет? А я хотел прям... Нет. Нравится тебе? Не сегодня. Понятно. Но в Comedy Production ТНТ-шный товарищ? Нет. А, вообще как-то? А кто это? Я уже начал что-то, может, думал запереживать. Мне сейчас там что-нибудь крикнут, скажут, Алеша, это наши? Нет, это не наши. Это какой-то разведчик, бля, какой-то. НТВ-шник какой-нибудь. Кто это? Какие? Что декорировал последнее? Можно узнать, ну, какой-нибудь? Не надо. Не надо. И вот выкрикивать тоже. В таком случае, потому что это сбивает... Все нормально, подхватились. Всем счастья, здоровья, большие молодцы.